Глава 19. Послесловие, оглядываясь назад. На панихиде Вики и Кахете в мемориальном парке Лесная Поляна в Гленделе штата Калифорнии орал Роберт и сказал, что произошло с ним, когда пришло известие, что Кэтрин умерла, я сосредоточился на служении исцеления. Затем я вспомнил ее слово, и они ударили меня как гром. Это не Кэтрин Кульман. Она никого не может исцелить. Это работа Святого Духа. Затем я увидел семь огней и двенадцать людей. Я спросил Бога, что значит эти огни. Он открыл мне, что огни не сходят на людей. Не они выбирали, но их избирали. Будут специальные люди, поднятые для этого. Эти семь огней будут сиять на этой земле, и после ее смерти ее служение будет еще более великим, чем при ее жизни. Спустя два месяца я навестил ее могилу и затем, проезжая по городу, зашел на обычное служение с чудесами во вторник в Мелодилент в Анахайме. Вел собрание Алиф Вилл Керсон. Было почти две тысячи человек. В десять часов и во вторник утром. Это не было похоже на собрание в святыне или в Питтсбурге. Не было хора. Организаторы не носили униформу. Райф вел собрание непритязательно, неформально, когда он ходил вокруг по фронту гигантского кольцевого зала, говоря с людьми, молясь за них, возлагая руки. Некоторые падали назад, сраженные духом. Некоторые исцелялись, другие не исцелялись. Чувствовалось, что это дело Бога, а не Райфа. Он начал петь. Конечно, благодать и милость будут со мной все дни, все дни моей жизни. Он взял слишком высоко, и всем приходилось пищать, чтобы петь. Он улыбнулся и я продолжал ходить. Он не пытался произвести на кого-либо хорошее впечатление, а только старался угодить Богу. Я огляделся. Два десятка людей, бизнесменов и домохозяек, ходили взад и вперед по проходам, молясь за больных и вызывая тех, кто получил исцеление. Кэтрин никогда не допускала подобного. Все же, когда я закрыл глаза и стал прислушиваться, я понял, здесь был тот же самый Святой Дух, что и на собраниях с чудесами у Кэтрин. Он посещал служение, служение чудес. Но это происходило не только в Мелодилент, в Сент-Луисе, в Талсе, в Санкт-Петербурге, в Форт-Ладир-Диле, в Денвере. В тысячах церквей и молитвенных групп по всему свету Святой Дух двигался, ибо тот же самый Дух, что воскресил Христа, теперь обитает в нас, оживляя наши бренные тела. Я думала о видении орала. В конце Библии число 7 представляет все церкви, ибо тогда было семь великих церквей, которым обращался воскреший Христос. Число 12, конечно, представляет совершенство, бесконечность. Это не значит, что 12 человек продолжат дело Кэтрин. Скорее, все церкви, которые открыты для движения Духа Святого, везде, должны увидеть чудеса. Мечта Кэтрин исполнится. Аксиома Иисуса остается истиной, даже если ее перефразировать для нынешнего поколения. Более великие вещи будут делать они, чем делала она. Кэтрин не было суждено войти в землю обетованную. Она была из другого поколения. Она была пионером. Она показывала нам путь, ведя нас к берегам Бордана. Она была Иоанном Крестителем служения Святого Духа. Теперь дело за нами. Видеть, как это начнет происходить. Во всех церквях по всему миру. Кэтрин ушла, но Святой Дух жив. И будет после того, излила Духа моего на всякую плоть. И так же на рабов и на рабынь в те дни злила Духа моего. И покажу знамение на небе и на земле. И будет, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Иоэлл 2, 28-30-31 Иоэлл 2, 28-31 Иоэлл 2, 28-31